Добрый день дорогие друзья, вы находитесь на канале Smokers Magazine и сегодня я расскажу о трубочном табаке Фабрики Орли Danish Truffles. Однако это не просто трубочный табак, а смесь со своей историей, но обо всем по порядку. Вот как сам производитель описывает этот табак. Отборные табачные листья приобретают свой благородный оттенок вкуса и аромата после добавления в табак, выдержанных в бренде мандаринов и ликера. После смешивания листья табака выдерживаются в прессах порядка трех месяцев и по завершении этого процесса смесь нарезается некрупными кубиками, каждый из которых представляет собой особое лакомство с великолепным вкусом и насыщенным ароматом, созданное для гурманов. В состав смеси входят Вирджиния и Кавендиш. А теперь об истории. Не так давно на канале вышел ролик, где я рассказывал о трубочном табаке Вайл Дис, которым угостил меня коллега Турбаку. На этот раз Михаилу удалось отыскать в одном из небольших табачных магазинов старую смесь Danish Truffles выпуска не позже начала 2007 года, чем он тут же и поделился, за что ему огромное спасибо. Признаюсь, пробовать было страшно. Мне известно, что этот табак яркий представитель смеси с мощной ароматизацией, но дать пройти мимо табаку с десятилетней выдержкой это выше моих сил. Тем более, что раньше я его не пробовал, а сейчас найти его в российских магазинах подвластно только таким неутомимым искателям, как Михаил. Я бы просто не простил себе, если бы пустил такую возможность. Итак, приглашаю вас погрузиться в этот омус с головой вместе со мной. Внутри подарочной упаковки находится запаянный пластиковый пакет с табаком. Упаковка отлично выдержала натиск лет, исправила со своей работой на все 100. Смесь сохранила влажность без потерь. Хоть открылся пакет очень легко, но до этого момента ничто не выдавало секрета о том, что таится внутри, наружу не попадало ни капли запаха. И это удивляет, ведь аромат смесь имеет довольно мощный, густой, сладкий и тягучий. Это аромат сладкого ягодного варенья с нотами шоколада и ликера. Несмотря на настойчивость, запах все же приятен. Он вызывает ассоциации с посещением табачной лавки. В помещении витает мягкий, приятный аромат, но ты совершенно точно понимаешь, что это запах табака, а не каких-либо сторонних благовоний. Табак порезан негрупными кубиками и в таком виде раскуривается на удивление быстро и ровно. Тут же из трубки льется густой сладкий дым. Первые трубки Денни Штруфельс доставили большое удовольствие, но оно было скорее психоэмоциональным, подпитанным воспоминания о тех временах, когда двери в мир ароматного табака только-только приоткрывались. И всю дорогу в голове крутилась мысль, вот, вот почему я курю трубку. Что касается выдержки, то ее влияние заметно, но ограничивается оно как раз несколькими первыми трубками. Табак дает ощутимую шоколадную сладость во вкусе на протяжении всего курения, что отлично гармонирует с ароматом дыма. Но буквально через пару дней все заканчивается и табак остается таким, какой он есть. Мягким и фруктовым в начале курения с постепенно появляющейся горечью апельсиновой цедры к середине курения появляется фруктовый привкус жевательной резинки. Но от середины и далее все чаще и чаще дают о себе знать гарные ноты, а в финале отчетливо проявляет себя травянистая горечь. Я пробовал курить этот табак и в размятом виде, и набивая кубиком, и последний мне понравился гораздо больше. В размятом виде отчетливее становятся заметны негативные стороны табака, те самые гарные ноты и заметный аптечный привкус. При курении в оригинальной нарезке многие углы удается скруглить, а минимальный темп курения позволяет расслабиться и получить удовольствие. Но курица табак все же влажноватая, тут стоит держать под рукой ершик, так как влаги порой выделяется довольно много. Еще один неприятный момент это дискомфорт, который оставляет курение этого табака после себя на языке. После третьей трубки хочется набрать в рот холодной воды и боли ее оттуда никогда не выпускать, и эти дискомфортные ощущения держатся потом довольно долго. Отдельно хочется поговорить об аромате, он мне понравился более всего в этом табаке. Мягкий, почти прозрачный, со сладкими фруктовыми нотами, с теми же оттенками жвачки, оставляющий в помещении тонкую и приятную ноту. Что касается крепости, то табак абсолютно не крепкий, 3 балла из 10, и табак по многим параметрам вряд ли подойдет для курения в течение всего дня, но в качестве разрядки между основными блюдами выкурить трубку Denish Truffels порой может оказаться очень удачной идеей. В целом табак является ярким представителем своего класса, это насыщенная глубоко ароматизированная табачная смесь, со своими плюсами, но и с ворохом, характерных для представителей этого класса минусов. Выдержка неплохо сыграла на вкусе табачной основы, но ее проявление было краткосрочным. Табак хорош, как машина времени, он уносит своим приятным ароматом в прошлое и позволяет повспоминать о том, как это было, но вкусовая база компонента в смеси не очень располагает к длительным путешествиям во времени. Вот, пожалуй, все. Еще раз хочу сказать спасибо Михаилу за такой интересный подарок. Если видео вам понравилось, ставьте большие пальцы вверх и обязательно подпишитесь на обновление канала, чтобы не пропустить выход новых табачных обзоров. Спасибо за просмотр и до встречи на канале Smokers Magazine.